Сейчас вы увидите пьесу В спектакле принимают участие актеры театра «Арена Стольдж». Итак, первым действием мы покажем один день из жизни нашего городка. Седьмой мая 1901. Время незадолго перед рассветом слышится крик петуха. Слышится крик петуха. Вон там, на востоке, за нашей горой, только что появились первые полоски света. Утренняя звезда так удивительно ярко светит перед тем, как исчезнуть. Давайте-ка я лучше познакомлю вас с нашим городком. Слышится крик петуха. Там главная улица, за ней вокзал. Железная дорога идет вот так. По железной дороге живут поляки. Церковь конгрегации здесь. Пресвятарянская здесь. Методистская. Методистская. Методи... Методистская здесь. Католическая сразу за железной дорогой. Это здание ратуши. Подвале тюрьма. Когда-то с этих ступеней произнес свою речь сам Абрам Линкольн. Первый автомобиль проедет по нашим улицам еще не скоро. Лет шесть пять. Его может панцир как у нас. Самый богатый из наших земляков. Абрам Линкольн... Здесь поколение лавка мистера Моргана. Почти каждый из нас заходит в эту лавку чуть ли не каждый день. Начальная школа там, средняя сразу за них. Это декорации для тех, кого они необходимы. А это сад миссис Гиббс. Подсолнухи, розы, гелиотропы, кукуруза. Изобилие лопухов. А это дом нашего редактора, мистера Уэбба. В те времена Гроэрс-Горганский континел выходил два раза в неделю. А это сад миссис Уэбб. Примерно такой же, как у миссис Гиббс, только еще изобилие подсолнуха. Прекрасный городок. Вы меня понимаете? Насколько я знаю, Гроэрс-Горганский не родился ни один из выдающихся людей. Он там, на холме, на самых старых кладбищенских памятниках. Те же фамилии, что носят здешние жители и теперь. Картрайты, херси, гипсы, лэбб. Как я сказал, скоро рассвет. Окна светятся только в одном домишке, за железной дорогой, где только что в польской семье родилась двойня. А вот и миссис Гиббс, она спускается на кухню, чтобы приготовить завтрак. Когда-то ее фамилия была Херси, до того, как она обмечалась доктором Гиббсом. В нашем городке знают о всех событиях в каждой семье. А вот и миссис Уэбб, она тоже спускается, чтобы приготовить завтрак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот и доктор Гиббс. Это он принимал двойнюю польской семье. Присаживайтесь, доктор, вы верно устали? Кстати, доктор Гиббс умрет в 1930 году. Его именем назовут нашу новую больницу. А вот и Джо Кроволон-Вальши. Он встает в постели, чтобы разнести в утренегазеты. Он всегда делает это в последний момент. Итак, начался еще один день. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Джо. Кто-нибудь заболел, доктор? Нет, Джо. В польском квартале родилась двойня. Какие новости, Джо? Наша учительница, мисс Хостер, решила выйти замуж за одного парня из Конкорда. И что же вы, мальчишки, об этом думаете? Конечно, нас это не касается, но мы считаем, если женщина решила стать учительницей, она так и должна оставаться учительницей. Как твое колено, Джо? Хорошо, доктор. Я о нем даже не вспоминаю. Оно только всегда говорит, когда будет дождь, как вы их предупреждали. И что же она говорит тебе сегодня? Будет дождь или нет? Нет, сэр. Наверняка. Да, сэр. Доктор Гиггс, я немного не успеваю собраться. Ничего, ничего, я подожду. Ты знаешь, Джо, ты лучший разносчик газет в нашем городе. Весь город тебя любит. Джо, у тебя большое будущее. Вот ваша утренняя газета, сэр. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он был показан в Москве в 1973 году И я был в зале на первом представлении В Московском художественном театре В филиале на улице Москвина На меня этот спектакль произвел огромное впечатление Я помню как шел Почти бежал домой и плакал по дороге Слез было больше Ну вот как-то так Я почему-то помню, как переходил площадь Маяковского Возле которой мы жили Там было страшное движение И эти потоки машин И эти слезы соединились во мне В нечто одно Какое-то соленое и радостное пустой вкусе Как это описать? Ну вот как-то так А дома я рассказал своим родителям Какой замечательный спектакль я видел Понимаете Анатолий Васильевич Он умер очень молодым человеком Ему было 60 лет Он поставил 80 спектаклей Он работал на телевидении На радио Он ставил спектакли за рубежом Но он имел свой собственный театр Только 4 года Только 4 года за всю свою жизнь Это театр Леонидского комсомола Который он получил 29 декабря 1963 года И который Ровно через 4 года У него отобрали За якобы Неправильность репертуара Это театр Который когда-то был Дерсеньевским театром И все там было Было Прелестно Но чьи-то яйца Я узнаю Оторву Но ко времени Когда мы туда пришли Это был последний театр В Москве И никто его не знал И никто туда не ходил Через год Это стал театр Около которого Были такие же очереди Как на лучших спектаклях Захарова Потом Через многие годы Потому что был поставлен Розов Розинский Брехт Володин Это была первая постановка Мальера Булгаковского И Чайки Чеховская Чайка была Вторым классическим И фрусовским спектаклем Он В те годы Очень много работал Над Современной Драматургией И любил Ее Шла Чайка Тридцать три раза Ее сняли Но не потому Что это был Это Нона Скетина Нона Михайловна Многолетний софлит Моего отца Хранитель и издатель Его архива Да я забрит А значит я не досказала Начала на тридцать три раза Ее сняли Но не потому Что это был Плохой спектакль А потому что Сняли Анатолия Васильевна Ему было предложено С десятью С десятью Сами придет В театр Московский Драматический Тот который Сейчас на малой броду Нона Михайловна Мы готовы Ну готовы и готовы Ёз твою мать Иди играй Я вам расскажу Анатолия Васильевна Анатолия Васильевна Анатолия Васильевна А дома я рассказал Своим родителям Какой замечательный Спектакль я видел И на утро Мы отправились смотреть Его втроем Я конечно же очень волновался Не ошибся ли я Ну и как моим родителям Которых я очень любил И уважал Понравится спектакль Мой папа был Театральным режиссером Как вы уже знаете А зачем я это рассказываю Нахуя Я сейчас все это рассказываю А Ну они конечно же понимали В театре больше чем я Ну это не сложно Поэтому волнение мое Вам понятно Ну еще бы Но когда вышел Помощник режиссера А именно так назывался Ведущий того спектакля Я сразу успокоился Сейчас вы увидите В пьесу Наш городок Ты же вчера смотрел И он написал Тортону Альпер Поставил Рюсер Алан Шнайпер В спектакле Принимают участие Актеры театра Аренас Таич Городок называется Гроверс Корнирс Он расположен в штате Ньюхэмшир На самой границе Со штатом Массачусетс В первом месте Вы увидите Один день Из жизни Нашего городка Седьмое мая 1901 Время незадолго Перед рассветом Слышится крик Петуха Ну Слышится крик Петуха Вон там На востоке За нашей горой Только что Появились Первые полоски Света Утренняя звезда Так удивительно Ярко светит Перед тем Как исчезнуть И правда Как Сразу Перейти на коду Вы считаете Что это Я Напробую Но вы Хорошо В самый подходящий момент Рассказать вам о том Как Хардрайтер Начали строительство Своего нового банка У нас В Гроверс Корнус Мы долго думали Что заурвать В основании фундамента Для тех людей Которые будут Производить раскопки Через тысячу лет Конечно Мы положили туда Номер Нью-Йорк Таймс Номер Сан-Тен-Ала Мистер Уэлва А еще Мы положили туда Библию Институцию Соединенных Штатов В двух домах Поправки Благодарю Естественно Томик Пьес Рильяма Шекспира Вы меня понимаете Друзья Ведь Вы знаете Что В Вавилоне Жило два миллиона людей А все Что до нас Дошло Это Какие-то имена Царей Договоры О покупке пшеницы Но ведь Каждый день Люди там Садились Ужинать И отец Приходил После рабочего дня Из печной трубы Шел дым Совсем Как здесь Даже когда речь Заходит о древнем Риме Или Греции Все что мы знаем О повседневной жизни Людей Мы черпаем Из отрывков Шутливых стихов Комедий Которые Греки и Римля Писали для театра Поэтому мы решили Замуровать туда Вот эту Экземпляры Этой пьесы Да Чтобы те Кто прибудут Через тысячу лет Могли узнать О простых событиях В нашей жизни Мы не только О Версальском договоре Или О войне севера И юга Итак Вы Все вы Кто придет После нас Через тысячу лет Смотрите Как мы жили В маленьких городках Кщеверных Нью-Йорках Вот как мы росли Женились Проводили день за днем И умирали Вот Какими вы были Кстати прошло уже довольно много Приеха нет Вот Почти вечер В церкви конгрегации Начинается Спев Песня Субтитры 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 Джордж, это ты? Да, это я, но я тебя не вижу Я здесь Я машу тебе рукой Эмили, а ты уже сделала уроки? Да, я уже все решила А ты не могла бы подсказать мне ответ на третью задачу? Джордж, это же самое легкое Но у меня не получается Ответ в ярдах В ярдах? В квадратных ярдах В квадратных ярдах В квадратных ярдах обоев А-а-а-а Джордж, я не могу уснуть Но у нас светик просто не переносил Если не дышать, то поезд будет слышно Пока он не дойдет до самого кентука Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джордж, подойди ко мне Не беспокойся, Джордж Я задержу тебя Одну минутку Сколько тебе лет? Шестнадцать Скоро будет семнадцать Скоро будет семнадцать Что ты собираешься делать после школы? Ты же знаешь Я буду работать на ферме Дядя Люка Понятно Значит, ты готов рано вставать Доить коров Кормить скот И у тебя еще хватит сил Пахать или косить траву, да? Конечно А почему ты спрашиваешь об этом? А потому, Джордж Что сегодня, когда я сидел В своем кабинете До меня донеслись странные звуки И знаешь, что оказалось? Нет Оказалось, Джордж Что это твоя мать Колола дрова Как же так, Джордж Ты прекрасно знаешь Что мать встает И свет, и заря Целый день готовит Стирает Гладит Что ты еще делаешь? Развожу мосты Разводит мосты И вот после этого Она должна идти на задний двор И колоть дрова Одним словом, Джордж Я уверен, что мне достаточно Лишь Уделить на это твое внимание Да, Джордж Я решил прибавить тебе Десять центов К тем двадцати Которых ты еженедельно Получаешь на карманный расход А я за пятнадцать готов Кого-то Фрэнк Дорогой Я правильно понимаю Ты собираешься платить Нашему сыну Наши же деньги За то, чтобы он колол Наши дрова Уважаемый мистер Гибс Наше хоровое сообщество Обсудило вашу проблему Не потому, конечно Что теперь ты будешь Колоть матери дрова А потому, Джордж Что ты стал старше И я представляю Сколько тебе всего нужно Верно, Эмилик? Нет Спасибо, Попа Спектакль моим родителям Очень понравился А через четырнадцать лет В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году Когда папа умер Спасибо Нет-нет-нет, вы пока останьтесь Спасибо Спасибо Так вот Через четырнадцать лет В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году Когда папа умер Его близкий друг Режиссер из Грузии Михаил Кубанишвили Привез в его память свой спектакль Его пьесу написал Аризо Габриадзе По мотивам Пьесы Тортона Уайдлера И это был тот же наш городок Только действие было Перенесено в Грузию Начало двадцатого века И все действующие лица Тоже были грузинами А вы же делали это Примерно вот так Сватываю тебе всю ноль городок И еще третий раз по-нули И еще третий раз по-нули И он написал из Грузии По следам пьесы Тортона Уайдлера Поставил режиссер Михаил Тупанифери И как не принимают Как участие Авторы Тифлисского Театра Кеннадурала Шокол Королюк называется Сухум Первом днете вы уйдете День жизни нашего города 7 мая 1901 года Время незадолго перед рассветом Слышится крик Этуха Простудился немного Слышится крик Петуха Но нам на востоке До нашей горой Только что появились Первые полоски Света Света Угременная звезда Так удивительно ярко светит Перед тем, как исчезнет И правда Что такое опять ты жалезу, а? Вот эти московские видоты, я не понимаю, как они все эти мороженые, вот надрываются, а? Что ты хочешь, я? Хочу попросить, чтобы вы... Куда-куда, корабли дальше, я первая книжка закончил, и сразу ты хочешь еще раз. Сразу еще раз. Я прям настаиваю. Ай-ё-ву, ладно, что ли все? Спасибо. Цел? Спасибо. Солнце вставало более тысячи раз. Луна сменяла, солнце, солнце сменяло луну. Там и все появились крыши новых домов. Некоторые младенцы, которые в первом детстве еще не ладились, уже научились говорить и сделали свои первые шаги. А кое-кто из тех, кто считал себя здоровым и сильным, заметил, что стал сбегать на второй этаж с адреской. Это произошло за какую-нибудь тысячу дней. Которые молодые люди, они любили друг друга и поженились. Большинство людей отзаводится семьей, не правда ли? В нашем городке редко бывает исключение. Большинство людей отзаводится семье. Тамара! Что, маменька? Как тебе спалось этой ночью? А, хорошо. Не очень. Я всю ночь слышала о крик этого бешеного петуха, что он стухал. Что ты делаешь, маменька? Знаешь, Тамара, чего я боялся больше всего, когда женился на тебе? Что? Я боялся, что через несколько недель нам меньше будет с тобой разговаривать. Перестань, что ты делаешь. Снова неудобно. Я боялся, что мы поженились и будем молча завтракать, обедать и ужинать. Честное слово. И вот мы разговариваем там 20 лет. Все никак не можем наговорить. Это мне всегда интересовало, с чего все это начинается. Свадьба, желание прожить вместе с жизнью. Мне всегда страшно перерисовала предыстория этих событий. Знаете, как это бывает? Вам 21, 22, и вам уже 70. И вот уже 50 лет, как вы, редактор или адвокат, а эта пожилая дама напротив разделила с вами 50 тысяч завтраков, обедов и ужинов. Это я пожилаю, а кто не спожилай, а? Это просто образ такой. И на них тут 50, да, нет 50. 49 тысяч 968 завтраков, обедах, ужинов, я считала, обеда, ужина. А где еще 32 завтрака, обеда, ужина? Слушай, я был командировкой. И была командировка. Да. Эта рыжая такая твоя. Ну-ка, я тут немножко реже, да. Маму, а как тебе? 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.